я рад приветствовать всех участниц я сейчас хотел бы уточнить видно ли мои слайды видно ли меня поставьте пожалуйста плюсы если все хорошо с картинкой и с моей картинкой и картинкой слайдовой да вот насколько я вижу по моему все должно быть хорошо ну что ж добрый вечер милые леди у кого-то ночью кого-то может быть даже утром кто-то смотрит нас а из дальних регионов нашей необъятной родины вообще мира для меня большая честь быть первым спикером на этой конференции эта конференция для меня очень трогательна потому что если говорить о вообще моем опыте моей практике я начинал в 2008 году большое количество тренингов я проводил для компании mary kay может быть кто-то из вас знает что в этой компании трудятся до сих пор только женщины и все моя весь мой опыт вся моя психологическая карьера так получается она складывается вокруг женщин для женщин и я не побоюсь этого слова во имя женщин и та тема которую я сегодня буду освещать она подсказывается сомнева само естеством природы моего взгляда на семью на отношения на гармонию вообще в жизни в целом между мужчина и женщина между детьми и родителями и между партнерами которые вступают в отношения поэтому я с большой радостью сегодня буду освещать тему как вернуть гармонию в отношению бережно с любовью не на храписто и стервозно как знаете в некоторых книгах сейчас достаточно популярна тема как сделать так чтобы мужчина вкладывал в тебя чтобы мужчина превозносил тебя и тратился на тебя это важно действительно но на мой взгляд гармония она нечто в большем более глубоком нечто больше духовном что ли я об этом не хотелось бы с вами сегодня поговорить хорошо пару слов обо мне так секунду сейчас я попробую как я уже говорил у меня образование психолога коуча и сексолога в трех местах я обучался на сексолога эта тема которая очень часто встречалась на индивидуальных консультациях которые женщины которые ко мне обращались я понимаю что но эта тема которой не принято было говорить в советское время не так было принято говорить во время вот которое наступило у нас и до сих пор во многих культурах так как эта тема междисциплинарная для кого-то она такая знаете запретная я бы хотел чтобы мы не только о сексе сегодня поговорили как о одном из проявлений близости но в большей степени о близости и в разных аспектах этой жизни 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 между мужчиной и женщиной и больше поняли для себя лично каждый сделает свой вывод что такое гармония для нее лично до для каждой из вас и я бы хотел чтобы у нас был сегодня чуть больше диалога я буду задавать вам вопросы для того чтобы как истинный коуч до коучу не дает ответы коучу задают вопросы для того чтобы каждый звал из вас нашел какое-то свое звучание гармонии тех отношениях которых вы сейчас есть либо планируете вступить либо может быть вы сейчас не в отношениях но нарабатываете тот опыт ту ту базу знаний которая поможет вам дальнейшем и так если мы возьмем что такое гармония например в музыке то это слияние звуков которые одновременно звучат некой тона полутона и мы можем называть музыку мелодию гармоничной если эти созвучия в такт идут до в тон и в тональности и в такте и паузы и не гармоничная музыка как как афония какая-то да это когда эти тона и отзвуки звучат несинхронно и я знаете когда размышляю на эту тему на тему гармонии в семейной жизни я понимаю что в каждый конкретный момент времени каждая семейная пара может сказать ну мы гармоничная семейная пара но завтра например уволят мужчину либо родиться ребенок либо произойдет какой-то очень сильная стрессовая ситуация для семьи как системы и возможно будет такой дисбаланс что эти же партнеры скажут что нет мы абсолютно меня не устраивает то как муж реагирует или то как она реагирует скажет мужчина понимаете то есть а гармония это некое состояние в каждый конкретный момент жизни и как вы знаете нас в школе к сожалению большинство из нас не учат тому как строить семейные отношения как нужно и получается что мы танцуем этот танец жизни парный танец жизни семьи и одновременно же ему и учимся и это нормально вот я бы хотел это сказать это нормально если в каждый конкретный момент времени вы испытываете некое некое состояние что что-то не получается что-то не так а как здесь быть как тут быть это нормально потому что мы все учимся быть в гармонии и это нормально быть в какой-то момент времени в дисгармонии это не надо на не значит что нужно рубить плеча и говорить да все с ним невозможно строить отношения посмотри у нас уже например нет там полгода интимной близости или наоборот он хочет очень много интимной близости а я не могу и не хочу этого дать или может быть он отличный любовник но он совсем не занимается детьми понимать как много аспектов и они постоянно трансформируются но если мы говорим опять же о музыке например как некая метафора отношений мне бы хотелось чтобы каждый из вас сейчас написали в чат некое свое состояние на данный момент времени вот как вы звучите как инструмент и кстати можете написать каким инструментом вы себя ассоциируете на в данный момент времени как женщина как девушка как муза как леди как дама возможно и если вы в отношениях напишите как как звучит ваш партнер какой инструмент вы считаете он на данный момент является может в рамках какого-то оркестра большого до семью ведь можно рассмотреть как некий оркестр там могут присутствовать дедушки бабушки да теща свекровь и дети несколько детей дети тоже участвуют в этой симфонии подумайте на эту тему вот прямо сейчас напишите в чат на 112 человек я вижу да людмила рад приветствовать вас и всех кого знаю не знаю всем добрый вечер вот алина пишет скрипка а людмила я виолончель флейта органа очень интересно и про вашего супруга или партнера по отношениям подумайте и насколько вы по десятибальной шкале звучите в унисон насколько в разных ситуациях стрессовых и наоборот когда радостно знаете бывают семьи вот ко мне как-то обращалась семейная пара у которых наоборот в стрессовой ситуации все отлично они два бойца они как знаете спиной друг другу защищает но в нормальной жизни когда все спокойно у них разлад в семье они не знают как быть не вот в этом напряге и поэтому не значит что только стресс нас выбивают или какие-то извне неприятные ситуации нас выбивают из клеи в семье я имею ввиду наоборот для кого-то обычные ситуации может быть непривычно барабан контрабас и бас-гитара очень интересно послушайте это состояние послушайте эту музыку вашу музыку она может быть вам понравится может быть что-то не понравится подумайте чтобы вы хотели улучшить можете написать это в чат это интересно когда знаете когда тебе приходит семейная пара и и они оба даже не хотят начать говорить о том что у них в отношениях иногда очень помогают такие метафоры как как музыкальный инструмент или как какой-то инструмент который просто работает как механизм какой-то или как две игрушки например да кукольные в этом очень хорошо можно увидеть со стороны себя и своего партнера нет партнера он скорее барабан пишет татьяна муж арган хорошо молодцы я не буду комментировать что это вот хороший ответ это плохой у меня сегодня такого не будет но мне важно ту работу которую вы проделаете вы большие умнички вы молодцы что инвестируете это время в себя и действуете они просто наблюдаете что такое близость вы знаете я эту тему кстати напишите что такое близость в вашем понимании я пока затрону почему я об этом говорю вы знаете как сексолог мне приходится сталкиваться с ситуациями ну можно сказать меня мало чем можно удивить например девушка которая на которой например 30 лет и она говорит что у нее не было ни одного партнера и она просит совета как начать выстраивать отношения и ты понимаешь что да это реалий сегодняшней жизни это в этом есть некая сложность или приходит другая девушка которая 16 лет или там 17 лет и у нее было уже как она говорит 17 партнеров или 20 партнеров и она говорит что-то я не испытываю на вагинального оргазма константин помогите мне ты понимаешь что два абсолютно разных человека но у них вот такой запрос и когда ты сталкиваешься с такими разными людьми разными судьбами разными женскими судьбами кто-то практикует какой-то очень активную до сексуальную жизнь кто-то наоборот пассивную ты понимаешь что за всем этим очень часто скрывается потребность в близости в искренней близости в ощущении но давайте я почитаю ваши ответы и потом немножко прокомментирую что такое анастасия расстроена гитара этот ответ к предыдущему ссорим ударная установка в мире скрипка если могу забыть об этом поэтому скажу о двух ошибках которые очень часто допускают в семье это не касаемо ответа вот по моему дарья просто навеяла да вы знаете иногда бывает секс как примирение у кого такое было поставьте плюс иногда это бывает очень яркий страстный секс да сразу хочу предупредить что это может быть очень пагубно если этого много и часто поэтому на как сексолог я должен вас предупредить вообще всех что это может быть хорошо как специя к блюду как такая знаете острый перец но когда этого много и часто во первых это вырабатывает привычку и вы начинаете почему-то ругаться и вас начинает раздражать или вашего супруга начинает раздражать вы для того чтобы был потом вот этот агрессивно я сегодня буду говорить про агрессию в близости в отношениях про зажатую агрессию про раскрытую агрессию это очень влияет сильно и ты не понимаешь почему тебя раздражает ага так потому что за этим потом идет ссора это подогревает выбрасывает в кровь определенные гормоны как минимум кортизол как минимум адреналин и потом это а совсем другой секс совсем другой эмоциональный накал но если там близость вопрос и нередко это приводит к знаете такому как у павлова рефлексу павлова да то есть есть 40 дальше будет интимная близость у меня был однажды мужчина который не мог заниматься любовью физически у него не было эрекции без того что он не поругался сначала своей супругой то есть крайней степени может дойти до такого хорошо близость это слияние двух энергии а душевная близость появляется вместе в кровати помыть голову покормить выслушать близость это много точек соприкосновения близость это состояние максимального доверия вот линулинка написала я не все ответы прочитаю чтобы не тратить ваше время но вот пока то что я услышал линулинке лично у меня как у человека как у психолога отзывается больше всего близость это возможность быть честным самим собой и со своим партнером и к сожалению то что мы видим в наших семьях наших парах очень редко кто умеет и хочет вообще говорить об отношениях говорить о том что мне нравится и что мнение мне не нравится в отношениях конечно возможно мне хочется сделать вам комплимент и сказать что милые женщины я знаю что вы очень часто обсуждаете отношения и вы большие молодцы а вот мужики они такие что пока давай поговорим это брось ты слушай ты меня достала опять поговорим но я не хочу так обобщать я знаю же разных женщин я знаю разных мужчин и если те и те которые для как мужчина для которых важно обсудить все детали отношения есть женщины которым абсолютно не нравится обсуждать отношения поэтому я не хочу так обсуждать но все-таки очень часто от женщин идет инициатива это неплохо не хорошо главное что под кого-то она шла шаги навстречу для того чтобы пробовать быть честным с партнером но мы как я уже говорил мы не научно это делать ведь можно по-разному сказать да например слушай ну ты меня не устраиваешь ты какой-то ты какой-то странный ты что-то ворчишь постоянно можем так сказать мужу и это тоже про то чтобы попытка сказать честно ему скажите константин ты сказал чтобы быть честным вот я попыталась бы с ним честным а он что-то обиделся но вот то как говорить это это большая наука это большой пласт практики и часть которой я бы хотел вам сейчас показать чтобы этот тренинг это мое выступление было для вас максимально практичным есть такое понятие ненасильственное общение его конечно же я бы рекомендовал в первую очередь активно использовать в общении с детьми неважно в каком они возрасте с любимым человеком с родителями с близкими вообще со всеми есть даже такая книга она называется язык по моему язык любви точка ненасильственное общение немножко забыл автора но очень много там важных моментов но я вам покажу всю суть вот смотрите например а вам ваш мужчина говорит слушать и плохая мать и хозяйка это попытка вывести вас на честный разговор да на попытка решить какой-то вопрос ну я пример взял например его не устраивает что и возможные варианты ответа вот слушайтесь в них первое что конечно нужно сделать это почувствовать свои эмоции что поднимается когда вы слышите такую фразу можете кстати написать в чем и в ответ можно сказать слушать да ты сам там негативный ворчун постоянно негативишь и ворчишь что-то тебя все время что-то не устраивает старая фраза ты постоянно чем-то недоволен меня злит и расстраивает что ты меня осуждаешь это другая уже фраза почувствуйте разницу или меня злит когда ты говоришь что я плохая мать и хозяйка или когда я слышу слова ты плохая мать и хозяйка я очень расстраиваюсь вот напишите цифру из этих пяти фраз какая на ваш взгляд кажется вам самой такой мягкой лояльной в плане реакции на его упрек на его выпад вашу сторону а я пока почитаю ваши еще фразы по поводу близости гармоничные отношения люди сливаются большую часть суток проводим вместе и не напрягаем друг друга я наоборот не хочу близости когда поссорились или на очень важный момент сейчас сказали я сейчас прокомментирую это близость когда мы смотрим в одну сторону итак какая фраза на ваш взгляд максимально корректно 5 я рад что вы это заметили я рад что вы это заметили большинство написали цифру 5 если вы кто-то может быть максимально так пристально посмотрит и заметит что каждая последующая фраза она идет более лояльная чем предыдущие давайте разберем первая фраза она оценивает личность собеседника вторая фраза она оценивает поступок но добавляет еще обобщение ты постоянно это усиливает негатив третья фраза она говорит о чувствах но здесь есть ты то есть ты меня злишь и получается твое поведение меня злит и расстраивает понимаете хотя это уже более мягко чем ты постоянно чем-то недоволен третья фраза меня злит когда ты говоришь что-то ну конкретика да если в третьей фразе ты и мы оцениваем что ты делаешь то есть то что ты осуждаешь это оценка а то что ты говоришь я плохая мать и хозяйка это факт то есть ты произнес такие слова и в пятой фразы вы убираете ты даже вот эта фраза ты хотя ну все психологи говорят говорите о своих чувствах используйте я высказывание мне некомфортно я себя чувствую но мало кто говорит вот этот важный фактор что если меня злит когда ты говоришь да это правильно но когда ты присутствует фраза она будет многих все равно вызывать защитную реакцию многих партнеров поэтому старайтесь говорить вот просто обособлено но опять же как сказать можно ведь сказать совсем разные интонации можно сказать пятую фразу но с такой интонации что она будет хлеще первой например когда я слышу что когда я слышу слова ты плохая мать и хозяйка я очень расстраиваюсь чувствуете тут и угроза и сарказм и такое подтекст скрытый поэтому очень важная интонация но сами запомните формулировку когда какое-то действие многоточие да я чувствую многоточие хорошо скажете вы константин но я пробовал примерно так говорить да сблизиться со своим мужчиной например меня что-то не устраивает в его поведении мне не нравится но он говорит но это твои проблемы это ты как хочешь так и решает вопрос и да к сожалению такое бывает чаще всего это бывает в тех семьях которых не было во первых в детстве этих людей не было привычки так выражать свои слова то есть у них даже слова речь не заточена по то чтобы так говорить а во вторых может быть вашей семье конкретно не было привычки так тоже выражать свои эмоции для мужчины будет это что что ты сказал я что-то даже не понял о чем это речь секунду я сейчас немножко подвинул и здесь очень важно пробовать говорить о том что почему для вас это важно и как это влияет на ваши отношения чуть позже я этой темы коснусь хорошо так елена сказала что когда ругаются не хочется близости вы знаете вот я когда занимаюсь темой близости изучаю эту тему я понимаю что не нужно возводить в абсолют близость близость я имею ввиду душевную и телесную потому что иногда бывает важно побыть отдаленно то есть каждый может имеет право быть в своем мирке многие путают близость со слиянием слияние это когда нет меня у меня есть только твои интересы я живу тобой я дышу тобой ты смысл моей жизни ты мужчина моей мечты если ты умрешь что я никогда ни с кем не буду больше замужем это больше про слияние здесь мало вас здесь много его и может быть у него много вас но это не ну грубо скажу нездоровый с точки зрения психологии отношения а близость она уважает мир каждого то есть мне хорошо самой собой ему хорошо самим собой но мы выбираем быть вместе это про то что мы вместе больше чем порознь хорошо как вы думаете какая мысль или фраза возможно вот убивает девяносто девять процентов отношений напишите пожалуйста в чат вот что рушит многие отношения ага зарина остальные фразы из примеров не учитывают либо чисто чувства либо эмоции да абсолютно верно сабирова елена не могу представить как услышать такую фразу супруга за 33 года елена да к сожалению бывает такое и это не речь о том что кто-то плохо или хорош вы знаете мы сегодня коснемся темы оргазмов женских да и я к сожалению встречая иногда такую позицию опять же когда ко мне женщина обращается этой вас этим вопросом что мой мужчина говорит мне говорит что слушай со мной вообще все кончают но дословно то есть цитирую это ты какая-то фрегидная с тобой проблема иди к психологу сексологу обращайся там решай свой вопрос вот понимаете может быть так что вы отличный человек и ваш мужчина отличный человек но вместе отсутствует гармония это не про то что один плох другой хорош это про то что мы как пара и если говорить о классиках то классиков сексологов например то клиентами сексологов классиков является пара и в паре мы решаем ту ситуацию которая есть у нас вместе по отдельности два замечательных человека здоровых например но вместе у них отсутствует например интимная близость хорошо а ты должна обвинение в адрес друг другу упреки постоянные молчание рушит она лучше в том-то том-то сравнение наверное да она имеет ввиду ты виновата спасибо за разъясение игнорирование безразличия никогда не любил тебя да это жесткая фраза мне все равно ясно и как всегда обобщение молодцы действительно то чем вы пишете действительно очень очень убивает отношения но базовой является кто-то из вас тут написал это эта фраза ты должна ты должен вообще кстати эта фраза но вот напомню как на курсе сексологии нам говорили если хотите убить секс в отношениях то используйте фразу ты должен секс не приемлить долженствование причем не только к нему к партнеру но и к себе я должна быть идеально я должна быть красиво я должна всегда хотеть я должна быть не знаю уметь 10 техник там какого-нибудь минета да я должна быть лучше чем другие иначе он уйдет вот это тоже про невроз про невротическое состояние а где невроз там очень часто нет и оргазмов если мы говорим про эту тему а так как по отношению к мужчине к партнеру ты должен ты должен быть не знаю там идеальным любовником ты должен дарить подарки ты должен заботиться почему вот поймите это очень просто но это база на которой если которой нет я причем так знаете мне как-то один очень хороший знакомый перед тем как жениться спросил совета вот посмотри на эту девушку вот стоит мне с ней сближаться нет они просто пошли там на шашлыки я сказал слушай она такая добрая вроде красивая начитанная умная но знаешь что в ней нет что мне не понравилось что мне настораживает я могу ошибаться я не чувствую в ней благодарности за то что ты делаешь она воспринимает это как должно и к сожалению впоследствии я оказался прав они расстались потом разводились и очень все жестко было почему потому что смотри смотрите если партнер делает а то что должен то я не благодарю а за что его благодарить он это должен это его долг а если партнер не делает то что должен я злюсь я негодую потому что он должен это делать и вот опять же если мы говорим о близости о формулировках фраз о ненасильственном общении то просто заменить некоторые свои фразы вместо «ты должен» на «мне бы хотелось» или «дорогое для меня важно», или «мне нравится», или «я на седьмом небе, когда ты прикасаешься ко мне вот так вот, а не так», или «когда ты говоришь мне такое слово утром», или «готовишь завтрак», или «я обожаю когда-то», или «я чувствую себя самой счастливой женщиной когда» и многоточие. Но не нужно это делать много, часто, постоянно. Вкрапливайте, когда вы видите хорошее состояние у мужа, он доволен, постепенно, плавно вода камень точит. Но вот это фразы, которые стоит использовать. Причем я предполагаю, что у кого-то из вас может быть сейчас идея «Так, иди-ка сюда, смотри, что тут психолог говорит». Понял? Не нужно мне говорить, ты должна убирать. Не нужно мне говорить, что я там должна стирать и все время не хотеть секса, например. Вот говори мягко, понял меня? Нет, не нужно сейчас никого звать. Если вы позвали, напишите в чат. Кстати, если вы вдвоем смотрите, тоже напишите. Привет вашим супругам или партнерам по отношениям. Начните с себя. И да, это сложно, но никто не говорит, что личностный рост и обучаться отношениям – это просто, но это интересно. Замените на сложно, на интересно. И в качестве бонуса всем участникам, в конце организаторы об этом скажут, всем участникам я подарю шаблон письма, ну, я его назвал письмо мужу, хотя можно его написать, и муж может жене написать, и можно родителям написать. Любому человеку, с кем выстраиваете отношения – это конкретные фразы, шаблон с фразами, которые вы можете использовать для того, чтобы доносить мягко, корректно какое-то важное послание для изменения в поведении вашего партнера. И почему письмо? Потому что то, что можно написать в письме, очень сложно иногда сказать тет-а-тет. Во-первых, у нас не принято очень многие вещи обсуждать. Например, интимную область. Это надо либо там бутылку вина брать, как минимум, потому что не каждый мужчина будет открыто говорить, а тем более, если вам нужно сказать, что в чем-то он не очень хорош, например, в постели, и вам не нравится, когда он делает это, а хотелось бы, чтобы это. Еще я тебе плохой, что ли? Так иди к своему хахалю, который тебе делает это. Я что, я не буду это делать? Например, такая реакция может быть. И даже если у вас мужчина такой горячий, он так реагирует в штыки, то вот с помощью этой техники вы найдете слова и просто напишите и положите, например, внутренний карман костюма, когда он сам почитает и прочитает, и может быть, сделать какие-то выводы. А возможно, какие-то вопросы вам будет легче выяснить через смс-переписку, я имею в виду в WhatsApp, в Viber. Это совсем другой формат общения. Попробуйте написать просто, например, с утра, что, или там ночью, или вечером, когда вам удобно, что не могу заснуть, все думаю о том, как здорово, что ты у меня есть. И все. Для кого-то это будет разрыв шаблона, и он утром скажет, ты чего там, сдурела, что ли? И куда-то опять тебе в сект уходишь, да? Но вы просто улыбаетесь, и не нужно как-то объяснять. Вы девочка, вы женщина, вам дозволено быть чувственной, понимаете? Вы не обязаны все объяснять. Знаешь, просто захотелось, просто захотелось. Ну, а потом постепенно можно добавить что-то одно, что бы вы хотели изменить. Ну, хорошо, давайте коснемся интимной близости. И, к сожалению, очень часто те вопросы, с которыми ко мне обращаются девушки и женщины, они касаются секса, они касаются интимной близости, и в частности отсутствия оргазма, анаргазмии с конкретным мужчином, вообще с любым мужчиной. К сожалению, у многих бывают травмы, сильные травмы, травмы детства, юности. И это очень жесткие травмы, с которыми приходится работать и прорабатывать. Но как вам кажется, вот где рождается оргазм у женщины? Напишите в чат. Где эта кнопка? Зарина, разрушительное молчание бойкоты. Да, это очень неприемлемо. И вы можете также написать, когда ты молчишь, я чувствую испепеляющее состояние презрения внутри. И у меня ощущение, как будто меня постоянно каждую минуту бьют. Просто когда ты молчишь. Настолько мне больно. В голове. Молодцы. Я не сомневался, что вы это напишите, потому что это уже многим понятно. На самом деле и мужчина, у мужчины оргазм также рождается в голове. Простое доказательство. Нередко люди могут испытывать оргазм у мужчины и женщины, вообще не прибегая к каким-то ласкам их эрогенных зон. Более того, кто-то испытывает оргазм во сне. К сожалению, бывает так, что вот однажды ко мне обращалась клиентка, которая испытывает оргазм только во сне. У нее не получалось испытывать оргазм при ласках и при половом акте. Всякое бывает. Но почему в голове? Потому что оргазм – это рефлекторная реакция. Это определенные… На самом деле, когда смотрели томограмму мозга во время оргазма, она очень похожа на эпилептический припадок. И, к сожалению, бывают… Были случаи, я помню, нам рассказывали профессора, когда оргазм затягивается на часы. И чтобы его прервать, вызывали скорую. И это не так все красочно, как хочется. Потому что некоторые бегают с этим оргазмом, извините, и носятся, и думают, что это самоцель. Так вот ощущение, что это самоцель, уже начинает его отдалять. Потому что где самоцелью является оргазм, а не близость душевная, близость телесная, близость доверия, близость открытия, близость изучения себя и прочтения, как книги каждый день, то, к сожалению, он часто бывает уходит. И знаете, я подумал, что сейчас кому-то из вас покажется, что это так слащаво. Константин, ты все говоришь про какую-то близость. А вот, может быть, мне хочется жесткого секса, мне хочется ролевых игр. И я вспоминаю тоже клиентку, у которой было насилие в 14-15 лет, ну, с верстниками. И она говорила, что она испытывает оргазм только во время насилия. Мы сейчас коснемся темы агрессии, скрытой агрессии, подавленной агрессии. К сожалению, такое бывает. И постепенно, когда мы прорабатывали эти травмы и так далее, и разрабатывали, вот знаете, вот эту чуткость к ласкам, когда она говорит, «Боже, я теперь еду в транспорте и ощущаю прикосновение». Раньше я была просто в таком панцире, чтобы мне как-то почувствовать, что я активная в сексе. Мне нужен был очень жесткий секс, очень активный секс. А сейчас я просто прикосновение в транспорте, мне неприятно, например, и мне неприятен стал там свитер какой-то, да, который колется. Я заметил, что все мое тело стало чувствительным, и мне не нужен уже такой агрессивный вид секса. Поэтому я не говорю, что только так хорошо или только так плохо. Близость, она подразумевает выгуливание, знаете, в кавычках иногда так говорят, выгуливать свою какую-то роль, свое альтер-эго. Почему нет? Ролевые игры – супер. Если вас это приемлет, и если это в паре окей для каждого, можно пробовать. Но опять же, знаете, иногда ко мне обращаются люди с фантазиями, говорят, Константин, например, девушка, у меня есть фантазия группового секса, но у меня никогда такого не было, не было никаких травм, меня это пугает, я люблю своего мужчину. Почему у меня это? И здесь нередко очень хорошо бывает, во-первых, объяснить и сказать, что это нормально, потому что есть многие психические процессы, как некий атовизм, как копчик атовизма, там, в прошлом это был наш хвост. И вот когда мы выступаем на публике, почему нам страшно? Физически же мы не умрем, а страшно так, как будто мы умрем. Почему? Потому что раньше, когда изгоняли человека из племени, он был обречен на смерть. И когда мы выступаем, мы думаем, что нас изгонят из племени, если мы плохо выступим. Точно так же есть атовистические некие фантазии, которые заложены самой природой, потому что если мы возьмем хотя бы несколько тысяч лет назад первобытные общины, и там совсем было другое устройство в плане секса, и групповой секс был, и до сих пор есть в разных племенах, поэтому не стоит бояться своих фантазий, но как с ними работать, это уже отдельная тема. И я бы сказал один такой момент, что не стоит бежать за своей фантазией, потому что очень часто реализованная фантазия не так прекрасна, как она в фантазии. И если у вас очень навязчивая какая-то фантазия, например, попробуйте с мужем обсудить ее и, например, реализовать по видеосвязи или в переписке по скайпу. Это даст очень хороший накал остроты тех ощущений, но для этого не потребуется прям в реальность погружаться, чего-то. Я не говорю какую-то конкретную фантазию, у всех она разная. И я как сексолог принимаю многие вещи, которые являются, например, как минимум по обоюдному желанию. Как знаете, есть шутка у сексологов, то, что устраивает обоих, не является извращением. Но не нужно гнаться за тем, чтобы реализовать вот это, вот это, вот это. Близость она про то, чтобы уметь вкушать, наслаждаться постепенно изучение друг друга. Поэтому, возможно, вы знаете, что есть мифы, что есть мнение, что есть вагинальный оргазм, клиторальный оргазм, типа клиторальный оргазм – это такой несовершенный, вот вагинальный оргазм – это действительно зрелый оргазм, есть еще маточный оргазм, есть еще оргазм струйный. И все вот, ну не все, многие, я просто в этом ворюсь, многие гонятся за тем, чтобы испытать вот особенный оргазм. Но я открою тайну. Особенный оргазм, он рождается после близости, не от каких-то особенных движений. Да, чисто технически есть разные ощущения, как прикосновения, как нажимания, как удары. Это же разные ощущения? Да. И чувства будут разные. Но первое – это в голове. Причины отсутствия оргазма у женщины. Первый уровень – это физиологический уровень, тренированности и чувствительности эрогенных зон. Важный вопрос, который любой сексолог спросит, если женщина говорит, мы с мужем не испытываем оргазм. Был ли оргазм с другим мужчиной? И есть ли оргазм с самой собой при мастурбации? Я понимаю, что, наверное, здесь присутствуют женщины разных религий, разных нравственных ценностей, но я говорю со своей позиции, не навязываю, но говорю, как это нужно. И мастурбаторная практика, она является, с точки зрения сексологов, терапевтическая. Есть даже такая секс-терапия, основанная еще Мастерсом и Джонсоном, Уильям Мастерса и Вирджиния Джонсом. Кстати, рекомендую посмотреть сериал, возможно, вы смотрели мастера секса про ту эпоху, как зарождалась эпоха изучения секса, социологии и через какие сложности пришлось преодолеваться тем научным работникам, которые и создали вот эту секс-терапию, где мастурбация являлась одним из элементов, например, определенной секс-терапии. Поэтому, если есть оргазм при мастурбации, но нет в паре, то нередко бывает дезадаптивная мастурбация. Например, одна клиентка, помню, что она рассказывала, что она испытывает оргазм. Первый раз она оргазм испытала в школе, когда репетировала рок-группа в школе, она сидела на колонке, и колонка сильно вибрировала, и она испытала оргазм. И после этого оргазм был такой, ну, испытывался таким способом в дальнейшем и дома, ну, при ударе, при вибрации о, соответственно, ягодичной мышце, да. Очень просто. Это ножки клитора, которые являются стартовой, ну, самой сильной эрогенной зоной у большинства женщин. Клитор и ножки клитора, тело клитора, капюшон клитора, головка клитора, это все, можно сказать, такой эректильный орган женщины. Нередко у женщин эти окончания, ножек клитора и тело клитора, клитора доходят до ягодичных мышц. Поэтому для кого-то приятно, реально приятные удары по ягодицам, а для кого-то это очень неприемлемо. Но бывает дезадаптивная мастурбация, которую нельзя повторить с партнером, да. Например, это мастурбация душем или с сжатыми ногами, сдвинутыми физически. Это невозможно повторить с партнером. И, конечно же, здесь нужно работать над тем, чтобы постепенно делать ее хотя бы адаптивной, такой, который может повторить мужчина. Например, рукой. И потом вы можете постепенно помогать мужчине ласкать себя так, как вам нравится, управляя его рукой. А потом уже есть определенная техника, например, техника мост, когда мужчина доводит вас до предоргазменного состояния своей рукой, где там по десятибалльной шкале 9,7, 9,8. И дальше происходит введение полового члена, да, и чисто технически в той позе, которая максимально вам приемлемо выиспытывать оргазм. Но это чисто вот в физиологии, если физиологически нарушены вот эти моменты. Конечно же, возможно, у вас есть кого-то возражение, не каждый мужчина пойдет на это, что я там должен что-то делать. Ты чего? Опять же, очень важно начать общаться для того, чтобы мужчина начал слышать, женщина начала уметь доносить свою мысль. Поэтому первую часть сегодняшнего выступления я посвятил этому. Психологически, во-первых, какие отношения с партнером? А нередко, я писал как-то это в одной из своих статей, у женщины пропадает оргазм, то есть он был с конкретным мужчиной, женщина не изменяла никому, но он пропал с этим же мужчиной. Мужчина делает все точно так же, но оргазма нет. И у кого такое бывало, нередко это возникает тогда, когда мужчина повел себя как-то, после чего вам трудно стало ему доверять. Потому что для того, чтобы испытать оргазм, оргазм с женщиной очень часто нужно расслабиться. А если мужчина вас подставил, это не обязательно была измена, просто он, например, обещал вас встретить или там довезти до куда-то, а просто задержался с друзьями и не встретил. А для вас это было очень важно. И вы поняли, что он не так надежен, как вам кажется, и что-то внутри щелкнуло, и вы не можете, например, уже ему доверять. Бывает такой момент, такой феномен, как миграция эрогенных зон. Она бывает очень часто, когда происходит пауза в отношениях. Например, я вспоминаю клиента, который, клиентку, мужу, который работал вахтовым методом, и у них был секс только в миссионерской позиции, женщина внизу, мужчина сверху, при выключенном свете, причем это мужчина был против каких-то разнообразий, что бывает редко. И он уехал на очень длительную командировку, на два или три месяца, и когда приехал, они занялись сексом, а женщина чувствует, что она не испытывает тех же приятных ощущений, она сама предложила ему поменять позу, на что он просто был в ярости, он сказал, ты мне изменяла, кто тебя этому научил, и чуть ли не выгнал ее из дома. Есть такой феномен, как миграция эрогенных зон, когда вам в определенный период времени нравилась такая последовательность ласк, и такая поза, но через определенные какие-то промежутки времени, или что-то происходит в гормональном фоне, вам начинает нравиться что-то другое. Например, многими учеными уже доказано, что менструальный цикл женщины очень сильно влияет на ее предпочтения. Например, женщина во время овуляции в большинстве случаев, это экспериментально доказано по фотографиям, например, предпочитала, отдавала предпочтение как привлекательным партнером, более брутальным, более мускулинным мужчинам. А в обычное время, когда у нее не было эвуляции, она предпочитала более ласковых, более покладистых мужчин, более чувственных, нежели мускулинных. Это тоже интересный феномен, его можно по-разному объяснять, но давайте не будем туда углубляться. Наличие чувства стыда и критики своей внешности. Обычно это бывает в таких пуританских семьях, когда мать жестко подавляла любые проявления сексуальности у дочери. Это нормально. Вот у меня сейчас подрастает дочь, ей 6 лет, и я открыто разговариваю с ней, в большей степени с женой, я побуждаю жену говорить о том, что о разности полов, о гигиене, о том, у нее есть книга, где она изучает то, ну не изучает, а пару раз прочитывали, как называются отдельные органы мальчиков и девочек, почему мальчики писают стоя, а девочки сидя, у нее реальный интерес к этому, но если не удовлетворить этот интерес, он остается, запретный плод сладок, и мы получаем в 12-14 лет женщину, девочек, которые не образованы в этом плане, и оттуда венерические заболевания, нежелательная беременность, ужасный первый опыт чаще всего и так далее. Поэтому не стоит запрещать сексуальные проявления, я больше вам скажу, что мастурбация или прикосновение к своим половым органам в 2, в 3, в 5 лет, это нормально, это нормально. Вот ненормально это жестко реагировать на это, и это может привести к невротическим реакциям у ребенка, и, ну, кстати, это признак того, если мальчик, например, или девочка прямо очень сильно увлекаются этим, это признак того, что, возможно, они так себя успокаивают, и обратите внимание на то, как много внимания вы им уделяете, потому что, ну, это факт, что детдомовские дети очень часто прибегают к опыту мастурбации, причем маленькие дети, так как они не, они так самоуспокаиваются, да, и у них нет этого тепла и заботы, которой им хочется, и таким образом они себя успокаивают. Ну, так вот, если секс это было равно стыд, какой бы не был любовник, какой бы не был искусный вибратор в ваших руках, если для вас само понимание, я помню клиентку, который говорил, я когда в душе моюсь, я вот голову все мою, но когда там, я просто зажмуриваюсь и быстро-быстро мою, буквально за 10 секунд и бегом-бегом выхожу из ванны, то есть прикасаться даже к себе для кого-то это большой-большой стыд. Давайте я немножко отвлекусь, есть вопрос, Лена, вот у меня так часто и происходит, я ему не могу до конца доверять после предательства с его стороны, я ему эту поступку простила, но не забыла, как это изменить, как начать снова доверять. Лена, это очень важный вопрос, возможно, он кого-то еще касается, поймите, это проработка психологическая, это выстраивание новых отношений, вы простили, и возможно, ваше сознание доверяет, бессознательно они доверяют, а именно бессознательно отвечает за полное расслабление, за доверие, и здесь есть разные техники, я немножко сегодня сейчас еще коснусь, у меня, насколько я знаю, может быть, есть еще 5 минут. Хорошо, страх низкой самооценки, я думаю, понятно, ситуационный, день менструального цикла, обстановка, наличие алкоголя в крови, прием лекарств, это все влияет на конкретно, то есть вчера было одно состояние, сегодня другое. Что касается агрессии, агрессия, как я уже говорил, для кого-то может быть спусковым элементом для более качественного, яркого, насыщенного секса, и это окей, здорово, не здорово, если агрессия подавленная, вообще, почему возникает агрессия, агрессия у живого, любого организма, ну, например, млекопитающая, возникает в двух случаях, когда не удовлетворяются потребности, например, ваша потребность в близости, ваша потребность в безопасности, и нарушаются границы. Но, например, чаще всего в детстве открыто проявлять агрессию запрещено, и это, кстати, важный момент. Разрешайте ребенку проявлять агрессию, проговаривайте, ты сейчас злишься, ты сейчас расстроена, я тебя понимаю, но это не значит, что вы разрешаете там бить посуду или еще что-то, просто позвольте этому быть. Почему? Потому что, если агрессия подавляется, то, например, обида, это подавленная агрессия, она никуда не уходит, время не лечит. Может пройти 20-30 лет после того, как было, например, сексуальное насилие у девушки, после которого осталось очень жесткое, сильное ощущение стыда, что я грязная, я плохая, и не выпущенная агрессия на обидчика, она может сказать, да, уже 30 лет прошло, но почему-то момент, когда ее мужчина ласкает, внутри что-то сжимается. Две техники, которые я вам дам, очень простые, очень легкие, которые могут помочь проработать вот эту законсервированную, скрытую агрессию, которая, возможно, вам мешает в близости с вашим мужем, может быть, какие-то обиды, может быть, какая-то злость, может быть, на отца, который проецируется бессознательно сейчас на вашего супруга. Первая очень простая техника из танцевально-двигательной терапии и проработка через танец. Когда вы берете, лучше всего, конечно, чтобы никого не было рядом, включаете музыку, на которую отзывается ваше тело. Очень круто, если вы наденете какую-то повязку на глаза либо просто закройте глаза и не будете танцевать от ума вот это красивое движение, вот это плавное движение, а просто пойдете за импульсами вашего тела, думая об этой травмирующей ситуации. Например, в случае Елены, думая об этом предательстве, думая об том насилии со стороны, может быть, отца, насилие, я имею в виду, даже психологическое насилие, или те слова, например, негативные в вас как девочки, как женщины, которые вы слышали или от абьюзера предыдущего мужа, мужчины или мужа, который понижал вас в самооценку. Проживите в танце, это может быть 5, 10, 15 минут, но это очень честная может быть терапия для вас, потому что тело зажимается, так выпустите это через тело. И я очень призываю вас это сделать, особенно если вы чувствуете, что прям ручки, знаете, кулачки сжимаются. Я умом-то простила, а вот вижу его или думаю о нем, прям скулы сводит, да, и сжимаются руки. Вот это значит, что тело не простит. И проработка через дыхание очень хорошо, смотрите, когда происходит какая-то травма, то появляется негативный контекст ситуации. И не нужно пытаться, я выкинул это из головы, да никуда вы не выкинули, в подсознании это живет и будет всегда жить. Но если мы думаем о той ситуации и возникает боль, то значит травма не проработана, нужно ее интегрировать. Как это сделать? Поменять контекст, оставить контент, содержание, поменять контекст. Очень простое, есть йоговское дыхание, вы зажимаете правую ноздрю, это важно, и делайте медленный медленный вдох, до этого немножко окунув себя в эту травму, в это ощущение агрессии, когда вот чувствуете, вот сжимается внутри состояние вот этой агрессии, делайте медленный вдох через нос, через левую ноздрю, правую зажали, и еще более медленно, настолько медленно, чтобы перышко, которое вы подставили ко рту, не двигалось, не шелох нос, выдыхаете через рот. Но не нужно очень сильно уходить в травму, чуть-чуть, чуть-чуть ее вкусили, вот это состояние агрессии, подавленной, зажатой, и подышали пять минут, чуть-чуть вкусили и подышали, и эта практика может занять несколько дней, может быть, даже несколько недель, но она очень терапевтична, возможно, используя ее, вам вообще не понадобится даже психотерапия и психолог, это доступно всем, сейчас есть такие методы, которые очень простые, не нужно долго думать, задавать какие-то сложные вопросы, каверзные, клиентке долго думать, как ответить, работать через голову, то она понимает, надо расслабиться, а тело зажато, продышите, продышите эту травму, эту боль, которая, возможно, у вас есть, для того, чтобы тело отпустило ту агрессию, которая, возможно, зажалась у вас. Ну что ж, как я понимаю, у меня, мое выступление подходит к концу, я буду рад видеть вас в своих соцсетях, добавляйтесь, пожалуйста, здесь вопросы, по которым я работаю как психолог-сексолог, и для всех участниц этой конференции по кодовому слову Ева, я предоставляю такую акцию, как две консультации по цене одной, да, вы при оплате одной консультации, вы получаете вторую консультацию длительностью час в подарок, до конца этого месяца, до конца года, вы можете ко мне обратиться с вашим вопросом, и консультацию онлайн, которую я провожу по видеосвязи, либо через переписку, есть такая акция. Ну что ж, не знаю, организаторы, Женя, Евгения, есть ли у нас сейчас там пять минут хотя бы на ответ для вопроса, дай, пожалуйста, знать на вопросы, и мне будет приятно увидеть вашу обратную связь, насколько тема была для вас полезной, приятной. Константин, меня слышно? Да, я слышу, Евгения. Ну я думаю, что да, мы сейчас действительно попросим наших прекрасных дам обязательно задавать вопросы, которые их интересуют. Я могу, кстати, пока задать вопрос от себя, потому что у нас небольшое опоздание, пока вот девушки сейчас активизируются, они молодцы, действительно активны в чате, за это им огромное спасибо. Смотрите, вот я заметила, вы говорили про благодарность, когда вы сказали, что не нужно слишком часто постоянно благодарить, но вроде как и без благодарности нельзя, да, вы тоже говорите, благодарить нужно, а где эта середина-то, сколько благодарить, чтобы это было не с перебором и в рамках? Ага, Евгения, очень классный вопрос. Я, знаете, всегда привожу такой пример. Вот заметьте, нужно быть немножко в дефиците, но это мы уже больше говорим о тактике и построении отношений с каждым конкретным мужчином будет по-разному, но вот заметьте, например, без кислорода мы не можем прожить больше пяти минут, а он бесплатный, воздух бесплатный, а без еды любой мы можем там кто 20, кто 30, кто 40 дней проживет, но даже кусочек хлеба, он стоит денег. Почему такая несправедливость? Все очень просто. если вас избыточно много, вашей благодарности много, вашей любви много, вы можете быть очень классной любовницей, хозяйкой, матерью, но вас много, ценность теряется. И здесь грань нужно почувствовать, наверное, по вот этой какой-то искре в отношениях. Если вы чувствуете, что искра настоящая, живая, что мужчина трепещет вами в какой-то момент времени, то здесь стоит, значит, все идет хорошо. Но еще какой критерий может быть? Использовать благодарность как позитивное подкрепление. Это очень простая техника, когда вы подкрепляете то поведение, которое вам нравится, благодарностью, особенно теми словами, например, кому-то нравится, вы скажете, ты мой мустанг, жеребец, а кому-то нравится сказать, что ты мой король, ты мой господин или ты самый лучший. Вот той фразой, которая ему нравится, то поведение, которое вам нравится. И больше никогда эту фразу не использовать. Это может быть тактически оправданно и правильно, но здесь каждый почувствует сама. Наверное, так. Тактика и стратегия наше все, практически. Нужно здесь как на поле боя, практически на минном поле как-то вот выдерживать вот эту серединку. Включайте свою интуицию, включайте свое женское чутье, насколько вы чувствуете, что вот этот танец, это же реально танец двух половинок, насколько он гармоничный в данный конкретный момент времени, что можно изменить, добавить. Вот тоже вы сказали, пока вот не вижу вопросов отдам от наших, вы сказали про то, что по отдельности могут быть два совершенно замечательных, исключительных человека, но вместе никак. Вот это вместе никак. Можно исправить? Да, можно, но есть одно очень важное условие, если есть мотивация на то, чтобы быть вместе. Это, знаете, как, наверное, всем нам, вот всем парам реально приходится работать над отношениями. Просто кто-то в заведомо очень сложных отношениях, например, есть такое понятие, как половая конституция, это то, что дается нам обусловлено во многом генами и очень ранним детством. И, например, у мужчины может быть сильная или, наоборот, слабая половая конституция, у женщины сильная половая конституция. Это уже очень сильный разрыв. Другому нравится классическая музыка, ей нравится, например, тяжелый рок. И чем больше таких несостыковок, тем больше ресурсов придется затрачивать. Но я знаю примеры, где действительно очень явные противоположности, но настолько сильное желание быть вместе, позволяет где-то действительно компромисс найти, то есть убрать от себя часть. А где-то они нашли такой новый способ, который, наоборот, их обогащает в близости или в том, как они проводят совместное время. Где-то придется понять, что да, ну, не в этой жизни, не с этой женщиной или не с этим мужчиной. Ну, окей, это не так уж прям суперважно. А для кого-то что-то суперважное, и он, к сожалению, не сможет этим поступиться. Но вот психологи и сексологи для того и нужны, чтобы со стороны понять, а вот попробуйте так, а что вы чувствуете, когда он это, а что вы чувствуете, когда она это, а что если вот вы так сделаете, иногда вот вдвоем сложно найти точки соприкосновения. Моя задача помогать в этом. Но это возможно. У нас есть один вопрос от Елены, как отключить голову во время интимной близости, чтобы не вспоминать обиды. Слушайте, это непростая тема, я предлагаю вам как-то... Да, очень хороший вопрос. Да, очень хороший вопрос от Елены. Я скажу так, что отключить голову во время, чтобы не вспоминать обиды, это как из серии «Не думай о белой обезьянке». Вот задача не то, чтобы не вспоминать обиды, а задача найти что-то, что действительно очень ценно в этом мужчине. Мы реально не идеальны. Более того, мы можем обидеть не специально. И ваш мужчина может вас обидеть не специально. Третий момент. То его поведение, которое вас обидело, это есть сложная теория, которой я могу доказать, но сейчас времени нет. Было... Ну, психологи так реально выстраивают свою терапию. Максимально лучшим из всех возможных для него то есть вот он, прожив свою жизнь в своем теле, со своим опытом, воспитанием, не мог поступить по-другому в той ситуации, в которой он был. Просто оправдайте его так. Поймите, что... Вот он так, не смиритесь, а просто оправдайте. Да, мы все ошибаемся, но вот он такой, с таким воспитанием, с такой там матерью, не знаю, или там отцом, да, или с таким первым браком, но вот он не мог не иметь обиду, например, женщин, на женщину, которую он вот, ну, не знаю, руку, например, поднял, да, я не знаю конкретную ситуацию Елены. И вот это оправдание даст возможность внутри разрешить ему проявиться в тот момент так. Но дальше выстраивать в интимной близости, это нужно менять фокус не на нем, а на себе. На то, что я теперь сейчас здесь и сейчас, я имею право, я достойна того, чтобы испытывать удовольствие. Почему я завишу от того, что было вчера? Почему я продала свою радость, свое удовольствие чему-то в прошлом? Почему я это отдала? Почему я лишилась этого? Почему я сама себя лишаю этого? Вот, ну, здесь это чисто, если мы говорим про такой когнитивный уровень, хотя многие вещи такие, Елена, и я прорабатываю, и вообще другие психологи прорабатывают через, например, эмоционально-образную терапию, когда ты не объясняешь, а когда ты через тело проживаешь новый опыт, и ты понимаешь, ну, ладно, но было это все, и тело раскрывается бессознательно. Станин, есть еще один интересный вопрос, я думаю, он тоже многих волнует, потому что я знаю, что, в принципе, отсутствие оргазма у женщин это такая проблема, достаточно часто встречающаяся. И вот наша участница конференции спрашивает, можно ли решить эту проблему, отсутствие оргазма, когда его вообще не было и нет, но если можно, как-то по возможности коротко. да, ну, если очень коротко, да, можно, потому что есть разное строение, скажем так, женских половых органов, да, и во многом клитор, как основной пусковой крючок, и максимально чувственная эрогенная зона является запускающей. Если физиологически все нормально, потому что бывает все по-разному, и строения бывают разные, но если физиологически гинеколог вам говорит, что нет препятствий для испытывания оргазма, значит вопрос психологии. И это лишь вопрос психологии плюс чувственности вот этого механизма от нарастания возбуждения, потому что женский оргазм, он чем отличается, хотя в принципе мужской он тоже этим похож, он не возникает по щелчку пальцев, это нарастание возбуждения, после которого оргазм возможен. И здесь очень важно натренировать свою чувственность простыми прикосновениями, поглаживанием, просто когда вы наносите крем, например, или там жидкое мыло, когда вы моетесь, делать это не вот так вот в попыхах и побежало, а даря себе любовь, потому что внутренняя девочка, вот ваша внутренняя девушка, она может быть очень долго вообще не мыслила таким форматом, и тело это было просто такси для головы, такси для мозга, а тут вроде для него какую-то заботу, и через практику плюс через психологическую проработку каких-то блоков, они разные, мама что-то сказала, там в подоле принесешь, не дай бог, там еще что-то, вообще тема стыдилась, фильм какой-то увидела, или еще что-то, через проработку этого плюс проработка физиологии, очень часто, в 99% результат будет, вопрос как быстро. Константин, спасибо вам огромное, я следила постоянно во время вашей презентации за реакцией наших участниц, они все пишут о том, что это действительно суперначало, это действительно очень важная тема, с которой мы начали конференцию, но вот хотелось правда так бомбануть, чтобы по-настоящему поняли, что это действительно глобальные, серьезные темы, о которых мы будем говорить. Вам спасибо большое, здесь уже хотят записаться к вам на консультацию, я думаю, что в принципе не проблема найти, если что, ваш инстаграм, поэтому благодарим за такое интересное начало.